Всем привет! Итак, классический вариант Строиндийской защиты Назван так неспроста Больше половины партий приходит Примерно половина партий, в которых разыгрывается Строиндийская защита Приходит вот к этой позиции Ну, треть-то точно Вариант в два с лишним раза Вот эта позиция, которая на доске Получается разным порядком ходов Возникает и из антигрюнфельда И через порядок ходов слон Е2, потом конь Ф3 Более 100 тысяч партий Намного больше 100 тысяч партий Сыграны именно вот этим вариантом И это только то, что в базе есть А ведь у нас есть еще сейчас разные порталы Лечес, Ческом и так далее Огромный вклад в развитие варианта этого за белых Внесли Корчной, Крамник Черными А, ну, также белыми Эта позиция встречалась У Каспарова, Мамедьярова, Карлсона, Грещука, Один, Леженя Морозевича, Гельфанда, Накамуры, Фресины Погодите, Накамура и Фресины черными все-таки Грещук тоже Черными вообще все играли Все, кто играет с арминдийскую защиту Все сталкивались с классическим вариантом И, естественно, линий здесь неимоверное количество Черные могут пойти и Е5, и С6, и Коня6, и С5 И слон Ж4 Каждая линия имеет, ну, достаточное количество различных тонкостей Основным ходом, конечно, является Е5 Теперь у белых возникает богатейший выбор Почти в 50 тысячах партий Была сделана короткая рокировка И это самый популярный ход Линии, которые мы разобрали в предыдущих тренингах Поизучали, потренировались играть Д5 системой Петросяна И слон Е3 Вариант Петросяна и вариант Глигорища Тоже, по большому счету, относится к классической системе Разменный вариант ДЕ для ленивых Тоже классическая система Но самый популярный ход рокировка Теперь у черных богатейший выбор Конь БД7 Но самый популярный ход, конечно, Конь С6 С ЕД надо считаться белым? Надо С ходами типа Конь А6 С6, Конь А5 Ферзь Е8 Опять же, слон Ж4 Надо считаться? Надо Самый популярный ход, конечно, Конь С6 Возникают острейшие позиции Не Конь Д7, а Конь С6, конечно Возникают острейшие позиции И эта позиция тоже встречалась более чем в 30 тысячах партий У белых снова масса интересных ответов С отрывом лидирует ход Д5 В общем, это все основные линии Мы будем изучать вообще все Что касается классической системы Изучать начнем в пятницу Первая лекция 21 числа в 19.00 Москвы Или в 21.00 по уральскому времени Расписание Стандартное Примерно такое же, какое было На последних Двух тренингах Иначе говоря, у нас будет две группы Одна пораньше, другая попозже Но группы именно две будет С момента разбора партий Подключайтесь От второго разряда и до гроссмейстеров У меня участвовали В тренингах интересно было всем Как записаться Смотрите в описании Спасибо за внимание С вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин